Сочинские здравницы стали призерами краевого конкурса «Курортный Олимп». Награды вручал лично глава края. Рекламировать цивилизованно под таким девизом прошла встреча первого замглавы города Мугдина Чермита с риэлторами. Маленькому марку помогут ходить без боли. В Сочи проводят высокотехнологичные операции, за которые не взялись и в Европе. Здесь борются за путевку на Паралимпиаду. В Сочи стартовали Кубок России по пауэрлифтингу и Чемпионат России по спорту слепых. От лучших экскурсоводов до лучших отелей. На Кубани подвели итоги ежегодного конкурса лидеров туриндустрии «Курортный Олимп». Участники соревновались в 13 номинациях. Победителей поздравил губернатор Краснодарского края. В этом году в регионе отдохнули почти 16 миллионов человек. Большинство туристов приезжали летом. Однако на Кубани намерены развивать круглогодичные курорты, заявил Вениамин Кондратьев. Сегодня, в первую очередь, не жилье нужно нам строить на курортах. Не жилье, я это в открытую говорю. А курортную инфраструктуру нужно строить. А если у нас не будет курорта инфраструктуры круглогодичной, конечно, у нас и курортов круглогодичных никогда не будет. Самый главный ресурс, он в ваших руках. Здесь просто прошу, прекратите бездумно распоряжаться с землей той, которая еще осталась. А если есть возможность заводить инвестора с курортной инфраструктурой, а не с жильем, когда вот этот первый инвестор в приоритете, с курортной инфраструктурой. Только за прошлый год отрасль принесла в бюджет региона больше 6,5 миллиардов рублей. Курортные территории должны развиваться комплексно, обратился губернатор к тем, кто занимается туристическим бизнесом. В условиях конкуренции не нужно забывать и об уровне сервиса. Если мы потеряем хоть одного туриста или группу туристов, они к нам уже не вернутся никогда. Это рынок. И все рыночные механизмы, они тоже распространяются и на вас. На отрасль экономики, которая тоже должна сегодня конкурировать. И в рамках конкуренции не то, что демонстрировать плавучесть, но и демонстрировать рост. Здесь выход один – развивать наши курорты кластерно. Не каждый санаторий барахтается или отель и пытается выжить. А он понимает, что выжить можно только в одной общей группе, в одном кластере, в одной большой семье. Тут на самом деле я хочу вам сказать искренне спасибо, что курорты Краснодарского края – это, конечно, уже сложившийся бренд. Мне хотелось бы лично поблагодарить вас, в вашем лице всех представителей туристической отрасли за вашу работу. Коллеги, это – работу без выходных. В ваших силах сделать все, чтобы отдыхающие, уезжая домой, возили с собой не только частицу летнего солнца и ракушку «Я был в Анапе», а возили с собой самые прекрасные воспоминания и позитивные впечатления от курортов Краснодарского края. Работайте над этим. Мы, депутаты Законодательного собрания Краснодарского края, будем создавать все правовые основания, совершенствуя законодательную базу. Участие в конкурсе «Курортный Олимп» приняли 130 предприятий. Победителей определяла экспертная комиссия. Нынешний этап конкурса стал самым масштабным за 12 лет. В этом году также организовали круглые столы и мастер-классы для представителей туриндустрии. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Лауреатами конкурса лидеров туристской отрасли «Курортный Олимп» стали и санаторно-курортные предприятия «Сочи». Награду из рук губернатора Кубани получили руководители как пяти, так и трех звездочных санаториев и оздоровительных комплексов курорта. Самый престижный краевой конкурс стал своеобразным подведением итогов летнего и пляжного курортного сезонов. Подтверждением тому, что в Сочи он прошел успешно, стали и награды местным предприятиям санаторно-курортного комплекса. Пока остальные курорты Краснодарского края только переходят, на круглогодичный режим работы Сочи уже подтвердил и это звание. Поддержать городских лауреатов конкурса, лидеров туриндустрии края приехал и глава города Сочи Анатолий Пахомов. Это стимул для всех профессий санаторно-курортного и туристического комплекса города Сочи. Естественно, что среди тех лауреатов и победителей много сочинских руководителей, много сочинских специалистов. Это, конечно, говорит о том, что в Сочи большой потенциал и качество услуг с каждым годом все растет и растет. Лучший работник службы приема и размещения гостиницы, лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму, лучший экскурсовод, лучшая организация, осуществляющая туроператорскую деятельность, лучший пляж и лучшие средства размещения. Во всех этих номинациях сочинцы заняли призовые места. Это и Югспорт, и оздоровительный комплекс Дагомес, Спутник, Камелия, Санаторий Заполярье. Последний отличился сразу в двух номинациях. Я очень рад, что заслуга этих людей, работников, санатория была отмечена. Это для нас первый Олимп. До этого мы следили за Олимпом, готовились, подтягивались, улучшали свою инфраструктуру. Поэтому очень рады, что в конечном итоге это было не напрасно сделано. А вот Спутник подтвердил свое лидерство. Этот оздоровительный комплекс – ежегодный участник краевого конкурса. И, кстати, победитель самого первого курортного Олимпа, который состоялся в 2005 году. В крае получить награду гораздо сложнее, чем, допустим, в каких-то даже всероссийских. Потому как тебя не знают, а здесь ты на виду. Все твои достоинства и недостатки знают все. И отдыхающие, и гости, и сотрудники, и горожане. И, соответственно, руководство, которое тоже видит нашу работу. Ну, это очень такой вот сложный путь для получения курортного Олимпа. Подведя итоги лета, санаторно-курортный комплекс «Сочи» строит планы на зимние продажи. Идут активно, отмечают туроператоры. Найти свободные номера на новогодние праздники уже проблематично. Такого результата удалось добиться в том числе и благодаря презентациям круглогодичного Сочи в регионах страны, которые лично проводит мэр города. Инга Габеша, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». Социально значимой и особо опасной инфекцией в современном мире. Этой теме посвящена четвертая всероссийская научно-практическая конференция. В ее рамках состоялся пресс-брифинг. В мире ежегодно регистрируется до 40 миллионов случаев инфекционных заболеваний. В России отмечается рост заболеваемости эпидемическим паратитом, корью, энтеровирусными и острыми кишечными инфекциями, а также гепатитами А, Е и С. Причем количество ВИЧ-инфицированных составляет около 2 миллионов человек. Регистрируемые инфекционные болезни – это лишь малая часть истинного распространения инфекционной патологии, подчеркивают специалисты. Угроза безопасности жизни человека существует всегда. Эта угроза может быть природной, а может быть искусственно созданной. И в чем особенность именно биологической безопасности, что с одной стороны это угроза естественная и природная, это возвращающиеся инфекции, это новые инфекции, или, скажем так, эволюционирующие инфекции. Сейчас довольно-таки активно обсуждается такое движение, как биохакерство, когда, по сути дела, у любого человека, более-менее обладающего определенными знаниями, появляется возможность из реактивов, купленных в магазине, иногда по интернету, в условиях самых элементарных практически, как на сленге принято говорить, в условиях гаража создать искусственно биологическую конструкцию, которая, по сути дела, будет по своим характеристикам соответствовать естественному возможному возбудителю. В России до 2020 года принята серия приоритетных мер по борьбе и предупреждению распространения инфекции. Это и обеспечение лекарственной терапии, импортные препараты и вакцины заменяются отечественными иммунобиологическими препаратами, появляются современные методы лечения и проводится профилактика заболеваний. Во время высокого роста миграции во всех регионах проходят специальные санитарные мероприятия. Лидирующую позицию в этом аспекте занимает Краснодарский край. В крае очень много уделяется вакцинопрофилактике. Сегодня мы с вами знаем, что грипп у нас с вами сезон. И вакцинопрофилактика, которая проведена в крае в 2016 и 2017 году, позволила значительно в два с лишним раза снизить заболеваемость этим грозным заболеванием. Вместе с Республикой Тува мы в числе первых, кто провели вакцинацию, больше, чем 50% жителей нашего края прошли вакцинацию. Это 2,6 миллиона человек, 53%. И вот эти хорошие результаты, конечно же, необходимо транслировать для населения, чтобы они по-прежнему были приверженцами вакцинопрофилактики. Это даёт свои результаты. Во время пресс-брифинга прошли приёмы в формате видеовопросов. Ведущие специалисты страны ответили на все интересующие жителей вопросы. В рамках четвёртой всероссийско-научной практической конференции предусмотрено множество лекций и семинаров, по итогам которых во всех крупных лечебных учреждениях пройдут мастер-классы. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В горах Сочи вплоть до воскресенья лавина опасна. Предупреждение касается отметок выше 2000 метров. Спасатели просят отдыхающих быть осторожными при прогулках в горах. Ну и продолжаем. Сегодня утром на федеральной трассе в районе посёлка Вишнёвка в Сочи столкнулись два автомобиля. Пострадавших пришлось вызволять спасателям. ДТП произошло в 7.30 утра. В лобовую сошлись Вазовская «семёрка» и Тойота «Венза». В результате в отечественном авто оказались зажаты 54-летний мужчина и женщина, супруги из Абширонского района. Мужчина находился в тяжёлом состоянии. У женщины по предварительному диагнозу – перелом обеих ног. Сочи – один из немногих городов страны, где проводятся высокотехнологичные реконструктивно-пластические операции. Они необходимы при врождённых заболеваниях лёгких, бронхов, пищевода, а также при формировании у детей так называемого ложного сустава голени. Уникальные операции проводятся в 9-й городской больнице. Сегодня там побывала наш корреспондент Татьяна Говоркова. Мне больно с этой ножки ходить. Дядя-додка потенет. В свои три года Макар не может нормально наступать на ногу и ходить ему больно. Фиброзная дисплазия лантентного сустава у мальчика выявилась 8 месяцев после перелома ноги. На протяжении всего этого времени родители искали способы, как помочь сыну. Браться за лечение такой аномалии не решились даже врачи ведущих мировых клиник. Обратиться к сочинскому специалисту посоветовали знакомые, которые столкнулись с такой же проблемой. Сейчас Макар находится под наблюдением врача Игоря Шеламова и готовится к операции. Мы обращались и в Германию, и в Израиль к доктору Казанцеву. И вот он все снимки посмотрел, и когда уже говорит, а у кого вы наблюдаетесь? Когда мы назвали фамилию нашего врача, он говорит, а тогда я умываю руки. А я говорю, а почему так резко? Ну, из-за чего вы так резко говорите? У нас в Европе в основном эту болезнь очень тяжело восстановить ножку ребенка, чтобы она своя оставалась. Нам проще сделать операцию. По статистике положительного результата добиться практически невозможно. Настолько сложная патология. Но то, что не удается специалистам из Европы, удалось сочинскому врачу. Позади уже две подобные операции с хорошим итогом. За помощью к Игорю Шеламову обращаются не только россияне, но и европейцы, веря в эффективность уникальных жизненно необходимых операций. И это не просто слова. С рождения недоразвита костная система у ребенка. И нет части костей и части тканей, которые приводят к отсутствию возможности наступать ребенка на ногу. Эта проблема, она неоднозначно многокомпонентная. Поэтому лечение тоже многоэтапное, многокомпонентное. У нас стоит не из одной операции, а из нескольких операций, которые последовательно, поэтапно будут проводиться. На первом этапе устраняется деформация. Затем, также с использованием сверхточного оборудования, вживаются развитые костные клетки. В итоге, после серии промежуточных лечебных мероприятий, врачи добиваются правильного сращения костей. Проводить высокотехнологичные операции в Сочи стало возможно благодаря поддержке властей всех уровней. Здесь большая работа совместная, конечно, под контролем и нашего министерства здравоохранения, непосредственно Евгения Федоровича, под контролем нашего здравоохранения городского и администрации города. Конечно, без поддержки этих сил такие вещи невозможны. На это выделяются определенные деньги, необходимые для закупки оборудования. И, конечно, подготовка кадров, которые проходят обучение в центральных клиниках России и за рубежом даже. В этом году на высокотехнологичную помощь 9-й горбольнице выделена квота на 5 человек. Это операции при аномалии диафрагмы легких, бронхов и пищевода новорожденных, а также реконструктивно-пластические операции верхних и нижних конечностей. Три операции врачи уже провели. В ближайшее время будут решать и проблему маленького Макара, чтобы мальчик смог бегать во дворе со своими сверстниками и не ощущать больше боль при ходьбе. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Рекламировать цивилизованно. По таким девизам в мэрии прошла встреча первого заместителя главы Сочи Мугдина Чермита с представителями сферы недвижимости. Незаконная реклама в виде многочисленных баннеров, растяжек и билбордов размещена в самых неожиданных местах – от балконов многоэтажек до стен торговых центров. Как должны выглядеть рекламные конструкции и где они могут размещаться согласно закону – расскажем далее. Размещение рекламы по-сочински должно уйти в прошлое. Сегодня Сочи, которая ежегодно принимает десятки мероприятий мирового значения, должен равняться на Москву и Казань, где от подобных пережитков в виде текстильных растяжек на балконах уже давно избавились. Тем более, что по итогам проведения 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, город Сочи получил очень высокую оценку руководства страны. И теперь наш курорт ставит другим в пример. Получил высокую оценку от главы правительства Дмитрия Анатольевича Медведева, который поручил подготовить и провести в городе Сочи семинар, всероссийский семинар для руководителей глав субъектов России, для того, чтобы показать, как надо приводить город к единому архитектурному облику и каким он должен быть чистым. И очистят Сочи в первую очередь от вездесущей навязчивой рекламы. Наказывать будут всех заказчиков-носителей, производителей полотен и даже рабочих, монтирующих такую рекламу. Будут оштрафованные владельцы квартир, на балконах которых красуются такие растяжки. Незаконно вывешенные полотна будут демонтированы с привлечением промышленных альпинистов, а сумма выплаченная им за услуги будет взыскана через суд собственника квартиры. Это не считая внушительного штрафа. Если мы ведем речь о незаконной рекламе, либо ее размещении с нарушениями, то это уже статья 1437 КОАП РФ. И штрафные санкции там предусмотрены для юридических лиц от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Если мы говорим о нарушении правил благоустройства города, то у нас есть отдельный состав в Краевом кодексе. Мы находим тех лиц, которые занимаются совоольным размещением на фасадах этих вывесок и привлекаем их к административной ответственности. Отработан алгоритм общения с нарушителями, размещающими незаконную рекламу. Сначала им выдается уведомление на устранение нарушения. Мера эта предупредительная. Но следующим шагом станет демонтаж конструкции и, соответственно, административная ответственность. К этому процессу уже могут быть подключены сотрудники полиции при необходимости прокуратуры. Разъяснили участникам встречи в мэрии, что входит в понятие законного размещения рекламы, но перед этим настоятельно рекомендовали уяснить простую истину прописную, как говорится, черным по белому. Ее нельзя вешать на зданиях строительных сооружениях. Это запрещено. Запрещено нашими правилами, запрещено и законом рекламы. 38 закон, статья 19. Пожалуйста, изучите. Там всего 6 листов. Их легко прочитать. У вас у всех есть юристы. Там есть абсолютно все, что касается рекламных конструкций. В городе достаточно стационарных рекламных конструкций. Они прошли конкурсную процедуру, установленную на законных основаниях. Для тех предпринимателей, которые считают размещение на них своей рекламы дорогостоящим удовольствием, руководство департамента архитектуры и дизайна городской среды вновь напоминают штрафы намного выше. В следующем году грядет изменение закона о рекламе. Около 30% конструкции будут демонтированы. Объяснение простую. Рекламы стало настолько много, что в ней растворились архитектурные очертания курорта. Где и какие рекламные носители останутся, будет ясно по итогам конкурса в конце мая и начале июня следующего года. Ну а пока представителям сферы недвижимости по вопросам законного размещения рекламы рекомендовано обращаться в администрацию города. А уже в ближайшее время на территории Сочи начнет работу комиссия по выявлению нарушений размещения наружной рекламы. Кроме этого, начнется операция «Автодозвон» под тем номерам телефонов, которые указаны на самовольно вывешенных полотнах. Елена Авсецина, телекомпания «ФКТ». Житель Сочи подал в суд на аэрофлот из-за недосыпа в полете. Пассажир в своем иске потребовал около 1 миллиона рублей за моральный ущерб. Житель Сочи пояснил, что во время раздачи еды на борту самолета пищу подавали в шуршащей упаковке. Это создавало у мужчины определенный дискомфорт, особенно когда ему по работе приходилось совершать несколько рейсов за один день. По его словам, даже после приема пищи некоторые пассажиры оставляли у себя часть еды и продолжали шуршать. Мужчина добавил, что такая ситуация негативно отразилась на его душевном равновесии и попросил суд взыскать с аэрофлота моральный вред в сумме 999 999 рублей 99 копеек. В Пресненском суде Москвы подтвердили, что такой иск действительно поступил. В течение пяти дней судья решит, принимать ли его к рассмотрению или нет, сообщает РИА Новости. Студенты Сочинского госуниверситета отметили День народного единства фестивалем национальных культур. Молодежь презентовала не просто кухни разных народов мира, но и культуру 18 стран. Расскажет Инга Габешия. Это не переодетые студенты. Казахстан на фестивале нацкультур в СГУ представляют сами этнические казахи из города Тарас. Ребята приехали в Сочи на российско-казахстанский молодежный форум. Полезное решили совместить с приятным и принять участие в празднике единства. Конечно же будет много впечатлений, много опыта. Я не знаю, у меня нет слов, как это характеризовать. Но в целом я бы хотела отметить то, что СГУ довольно интересный университет. И мы бы хотели сотрудничать с вашим городом и с вашим университетом. Студенты знают, что 4 ноября к красным дням календаря приобщен неспроста. Это праздник, увековечивающий освобождение Москвы от польских захватчиков в непростом для российского государства в 1612 году. Ну а современное 4 ноября, День народного единства, символизирует сплочение народа. Вот и студенты, такие же многонациональные, как и жители всего Большого Сочи, призывают не только вспомнить важнейшие исторические события, но и напоминают о важности единства. Молодежь убеждена, только вместе, двигаясь в одном направлении, можно справиться с трудностями. Такие мероприятия объединяют, то есть это профилактика экстремизма. Тем более в условиях сейчас, нынешней, политической ситуации, такие мероприятия именно важны для объединения наций и стран в частности. Студенты СГУ сегодня знакомили товарищей и гостей университета с культурой 18 стран. Акцент, конечно же, на национальные блюда. Русский каравай, армянская долма, грузинские хачапури, казахская козы, колбаса из конины. И даже знаменитые кубинские коктейли. Разумеется, безалкогольные. В красочности и разнообразии можно было только соревноваться. А вот представители Китая организовали даже мастер-класс по написанию иероглифов. Очень вкусная еда, очень дружелюбные люди в этой стране живут. Это наши соседи. Здесь есть бамбуковые кольца, битые огурцы, жареный рис. У них есть специальные кексы, которые отличаются от наших. По форме они напоминают свеклу. Праздником единства студенты СГУ подчеркивают, какой бы полиэтнический народ ни был, воедино его собирает дружба, патриотизм и крепкая страна. Инга Габеша и Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сразу два крупных спортивных мероприятия проходят в Сочи. Кубок России по пауэрлифтингу, лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и чемпионат России по спорту слепых «Жим-лёжа». Тему продолжит Елена Всецина. Сегодня разыгрывались первые медали. В борьбу за титул чемпиона вступили как мужчины, так и женщины. Здесь представлено 50 регионов России в целом, 143 спортсмена. Среди них сильнейшие чемпионы Паралимпийских игр, рекордсмены России. Я считаю, что я очень хорошо выступила, потому что установила рекорд России. Мне дались лишние два рекорда. Это 85 и 87,5 килограмм. Я считаю, что успешно. Ну, конечно, хотелось бы еще больше, но для этого будем работать. Мужчины, конечно, в отличие от женщин, работают с большим весом. При своем весе в 49 килограммов Владимиру Балансу поддала штанга в 175,5 килограммов. Выступил отлично. Поставил свой же рекорд и увеличил на 500 грамм. В отличной форме, в хорошем состоянии. Готовимся к международному турниру, где также будем ставить дальнейшие рекорды. Есть и совсем начинающие. Ольга Петрушина пока присматривается. Занялась этим видом спорта всего два месяца назад. Для меня это прохождение классификации прошла и посмотреть, что собой представляют эти соревнования, насколько это интересно, ощутить атмосферу, ну и понять, что меня ждет в будущем. На пять дней один из залов Федерального центра единоборств «Люкспорт» превратился в площадку сразу для двух видов спорта – пауэрлифтинг и жим-лежа. Эти два вида спорта, они очень схожи, у них одинаковое техническое оснащение, и поэтому мы в проекте «Сочи» все время проводим эти соревнования вместе. Вообще в Сочи приехал звездный состав тяжелоатлетов. Сегодня они борются не только за медали чемпионата, но и за путевку в сборную страны. Соревнования в Сочи завершают сезон тяжелоатлетов-паралимпийцев. Далее подготовка к чемпионату России 2018 года, который пройдет в Суздале. Ну и, конечно, каждый из них мечтает поехать в 2020 году на летнюю Паралимпиаду в Токио. Гелена Овсецна, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Новый магазин в хорошо известном месте. В торговом доме Людмила Плюс открылся магазин «Стиль керамика». Он предлагает покупателям большой выбор керамической плитки для любых помещений. Кроме того, сейчас в магазине действуют специальные акции и скидки на целый ряд товаров. В торговом доме Людмила Плюс, как известно, можно найти все для дома. От кофе до качественных стройматериалов. Здесь начал свою работу магазин «Стиль керамика». В просторных залах сотни образцов керамической плитки. Это самый удобный и простой в уходе материал для отделки помещений. Кроме того, один из самых долговечных. Именно многочисленные преимущества керамической плитки позволили стать этому материалу незаменимым в отделке квартир, кухонь, ванных и туалетных комнат, душевых. И главное, это очень красиво и недорого. В торговом доме Людмила Плюс открылся новый магазин керамической плитки. Называется он «Стиль керамика». В связи с открытием проводятся акции, подарки. Мы приглашаем вас посетить этот магазин. Выбор товара очень большой. В магазине «Стиль керамика» как классические образцы, так и стильные решения для любого помещения. Плитку по душе здесь найдут как любители ярких, так и спокойных тонов. Есть и интересные коллекции с разнообразными рисунками, больше напоминающими настоящие картины. Ну а любителям необычного интерьера придется по вкусу богатый выбор зеркальной мозаики. В любой вариации, любой формы и размера – под золото или серебро. В связи с открытием магазина и поступлением новых коллекций проводится ноябрьская акция. Не пропустите. Для владельцев гостиниц, санаторий – предложение по сантехнике. Душевые кабины, ванны, раковины, клей плиточный. Кроме того, в магазине «Стиль керамика» можно приобрести и плитку для пола. Керамогранит – все по выгодным ценам. Также здесь можно купить душевые кабины и санфаянс. В магазине предложат и большой выбор смесей, клея. Например, на клей для плитки сейчас действует специальная акция. Цена всего 197 рублей. Вообще, приятные цены и скидки в магазине «Стиль керамика» сейчас действуют на целый ряд товаров. Магазин находится по адресу «Донская 3.3». Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости вы уже можете найти на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.